Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна. Я являюсь автором книги «Червное средение». Сегодня я хотела бы осветить тему «Польза и вред голодания». В большинстве случаев о голодании говорят с позитивной точки зрения. Говорят, что она омолаживает, оздоравливает и так далее. Но сегодня я хотела бы аспектировать тот момент, что не всегда голодание приносит только пользу. Сегодня мы поговорим как о пользе, так и о вреде. Вот смотрите, мы разберём всё поэтапно. То есть у нас первый этап какой перед голоданием? Это мягкое вхождение. То есть у нас были какие-то очистительные мероприятия. У нас постепенно облегчалась пища, доходило до жидкого состояния, соки, воды, какие-то травяные настои, чтобы это всё как-то мягко прошло. И вот мы в голоде. И нужно понимать, какие вообще механизмы запускаются в организме и что вообще в целом происходит. Первое, с чем сталкивается организм, это гельминтоз. Об этом я говорила в своём одноимённом посте и видео на канале «Чаровное сыроедение» о лечении гельминтоза. И нужно понимать, что на момент голодания пища не поступает. И даже если вы сыроед, жёстко просто сыроедите, никаких у вас нет яиц, даже соль вы исключили. И что, кстати, правильно, да, натриевую соль надо исключать из своего рациона. И вот гельминты, не получая питания, начинают есть своего хозяина. Есть жестоко. Вот смотрите, это большая ошибка думать, что на средине у вас нет гельминтов. Нет гельминтов только у того человека, который закончил чистку сегодня, то есть курсом прошёл очищение. То есть это курс две недели. Это не просто там полынь и пил, да, это не то. Это прям вот травил мором, касторкой, травами, кора крушины, кора дуба, полынь, пижма и так далее по списку все горькие травы. Причём это была очистка такая вот прям серьёзная. Вы видели, что из вас выходит. Вы чувствовали, проходили обследования, да, какие-то всё это смотрели. Хотя на самом деле сейчас такие уже, ну, моменты выходят на свет, что на самом деле анализы, которые человек сдаёт на яйцеглист, да, они фактически недействительны. В силу того, что если в организме человека не нашли яйца, это не значит, что, ну, яицеглистов, да, это не значит, что человека нет гельминтов. Это просто они не в стадии размножения. Поэтому ни о чём тут говорить, как бы мы не имеем права, да. Соответственно, человек чист от гельминтоза только на момент, когда он вот сегодня закончил, да, чистку. И мы ежедневно проходим заражение. То есть мы заражаемся бесконечно. Мы живём в бытовых условиях, в тех, в которых мы живём. Мы питаемся продуктами заражёнными, яйцеглист, да, то есть и так далее, и так далее. То есть мы все социализированные люди так или иначе проходим заражение ежедневное. И без профилактики, да, то есть вы почистились, должна быть профилактика бесконечная, да. О ней я опять же говорила в одноимённом своём видео лечения гельминтоза. Вот. И получается, что человек изнутри начинает есть. Поэтому голодание без капитальной чистки от гельминтов не имеет права на существование вообще. То есть можно выйти из голодания с жесточайшим инвалидом. Потому что, представляете ситуацию, то есть пищи нет. Кровь не промывается, если, например, это сухое голодание, которое я считаю самым неправильным голоданием. И получается, что всё это, все отходы жизнедеятельности гельминтов впитываются в кровь. В первую очередь вот эти вот вещества, которые выделяют гельминты, они действуют на головной мозг. То есть люди почему ещё неадекватные, да, вот выходят из голодания, почему большие начинаются проблемы со здоровьем. Потому что их просто ели физически, да, ещё и травили химически своими продуктами своей жизнедеятельности. Да, соответственно, нужно понимать, что в чистку нужно вкладываться с душой. Прям чиститься от и до. И только после этого мы имеем право входить в голод. Теперь о самом голоде. Конечно, хорошо, когда у нас голод. Да, то есть у нас вот эти вот недопереваренные какие-то остатки. Причём я считаю, что голод 2, ну максимум 3, ну 4-5 дней – это предел. И больше это делать не надо. Объясню сейчас почему. То есть за это время, если применялась всё время касторка, то есть каловых камней у человека нет. Да, то есть гельминтоза нет. Всю чистку провели, всё. То есть кишечник сам по себе просто должен отдохнуть. То есть какая-то симбиотическая микрофлора должна правильно заселиться. Ну и так далее. То есть много показаний есть к этому моменту. И в итоге человек понимает, что хватит. То есть на пятый день все непереваренные остатки вышли. Организм отдохнул. Что-то там случилось. Правильная какая была цель поставлена. И всё. Но люди на этом не останавливаются. То есть они прям вот жёстко голодают. И в этот момент нужно понимать, что пить воду ну просто обязательно. Потому что представьте ситуацию. Идёт капитальная чистка в организме. То есть всё, что было в клетках. У нас же клетки таковы, что вот глобулы, которые грязи скапливаются, их ничем не разобьёшь. Только маслом омега-3. То есть это растворитель. Вода не разбивает их. То есть это не надо страдать самообманом, заниматься им. И думать, что вот вы будете пить водичку, и всё вымоется. Да не вымоется. Потому что если этот жир, вся эта гадость накапливалась в клетках, она несёт себе жировую основу. Вы попробуйте масло растворить водой. Ну вы блендеры взбили, а потом всё равно оно расслоилось. Происходит то же самое. Поэтому вымывать грязь нужно маслом касторовым. И самое такое распространённое – это льняное масло, которое много омега-3, которое будет внутри клеток. Это всё дрянь вымывать. Плюс виброгимнастика. То есть там куча условий, при которых только можно правильно почистить клетку, межклетку. Я уже не говорю о правильных травах. Далее. Значит, пить воду просто обязательно. Потому что даже те вещи, которые выделяются у нас в кишечнике, ну понятно, да, то есть у нас со всего организма всё скапливается в кишечнике. И всё это должно вымываться. За счёт чего? Если вы совсем не пьёте, если ничего в организме никаких, то есть не происходит, да, то есть ни испражнений, никак. То есть организм ничего не выделяет. То есть получается так, что вы голодаете на сухую, всё это в организме оседает, что-то вышло в первые дни, а остальное травит вас. Что происходит? Организм выкидывает, впитывает, выкидывает, впитывает, выкидывает, впитывает. Ничего не вымывается. Мы так устроены, что мы всё равно даже во время как бы голода впитываем то, что есть в кишечнике. А что есть в кишечнике? Токсины. Соответственно, обязательно нужно пить. Обязательно. То есть это даже не обсуждается. Дальше. Люди мне рассказывают, как они насухо голодали. А я вижу состояние их кожи, состояние их волос, их реактивные функции организма. Я вижу, что там не то что сенситивных способностей нет, там просто атрофируется мозговая деятельность напрочь. И происходит следующее, что люди насухо голодают. Говорят, я так похудел, но у меня действительно там, значит, кожа стала моложе и так далее. Ну вот смотрите, я вам расскажу механизм, почему, собственно, она стала моложе. А то, что гельминты, которые мы можем увидеть своими глазами, это, конечно, серьёзно. Это действительно вещи, которых не должно быть в организме. Но мы не видим скрытого врага. То есть это амебообразные, которые встраиваются, иннервируются в нашу нервную систему. То есть, ну, как получается, да, вместо клеточки вот она живёт, а наша нервная система обманута ими. Думают, что это клетка, начинают её спонсировать едой, там, всё остальное. А амебообразные, соответственно, вирусы, бактерии и так далее, да, по списку, они подают сигналы нашей нервной системе. Я хочу алкоголь, я хочу, значит, там, курить, я хочу есть дрожжевой хлеб, я хочу соль есть и так далее по списку. И вот этот скрытый враг. И получается на сухом голодании, что происходит? Условия существования ухудшились. А мы знаем, что происходит на улице осенью, да, то есть что происходит? То есть окукливание происходит. Все бабочки превращаются резко, там, в какие-то коконы, что-то где-то прячутся. В организме происходит то же самое. Люди, очнитесь, какое сухое голодание, о чём вы? И у нас в организме глобальное окукливание происходит. То есть все микроорганизмы входят в стадию цисты. То есть они покрываются оболочкой и остаётся на хранении в нашем организме. Ни один лейкоцит, ни одно тело, да, защитное в нашем организме, которое выделяет иммунная система, с ними не справится. Потому что эти цисты выдерживают не то, что там температуру очень высокого прикипячения, они выдерживают любые нагрузки, даже вибрационные. То есть если вы будете облучать себя чем-то, даже радиацию выдерживают. Поэтому здесь нужно работать повышением чистоты собственного тела. Ну да, о сенситивных этих всех вещах я говорить не буду, потому что много среди нас людей приземлённых, которым это неинтересно. По принципу я не живу так, я чисто для здоровья. Соответственно, я что хочу сказать. Сухое голодание, представляете, да, то есть не вымывается ничего. И в обычное сухое голодание, это длительное голодание, то есть люди идут там прям недели на две, на три, и потом в итоге они становятся, ну вот такие просто, их внутри едят, да, вот эти длинные товарищи. Плюс ещё эти впали в цисты, да, то есть скрутились. И получается, что человек за счёт голода, он как бы омолодился, да, то есть вот эти микроорганизмы, которые питались организмом, у которых там что-то токсины, опять же, выделяли, то есть неправильно влияли на организм, они скрутились, да, в какой-то момент, вот в цисты скрылись. И реально человек выглядит моложе. Но как только восстанавливается система жизнеобеспечения в виде еды, воды и всё остальное, через некоторое время все эти товарищи из цист раскрываются ярким цветком и начинают есть опять человека, опять. Но ситуация такая, что сразу после голодания, это как бы незаметно, да, где-то через там определённые два-три месяца, когда всё вернулось на свои места, то есть, представляете, да, микроорганизм пережил стресс. Что он будет в первую очередь делать? Размножаться. То есть он будет максимально стараться окружить себя такими же, как я. То есть если был один микроорганизм, сразу становится, ну, на момент размножения сотни. То есть получается, стресс этим микроорганизмам даётся, и они начинают включать размножение через некоторое время, и человек катастрофически стареет. То есть почему он стареет? Потому что, опять же, усилилась нагрузка на организм. Там у детей новорожденных уже за счёт неправильного питания вот эти товарищи заводятся, там, может быть, и 5, и 10% от общего веса вот этих инородных микроорганизмов. Я не шучу, то есть я серьёзно вам говорю. У взрослых людей доходит до 50%. Я просто не знаю, ну, насколько вы вообще понимаете, о чём я говорю, но это реальные факты. Соответственно, я не рекомендую сухого голодания. Не рекомендую, потому что, если вы не понимаете, какие механизмы включаются, если вы не знаете, что с вами будет на самом деле, это как вот, понимаете, как с похудением, да, вот не по стройнению, а похудением, когда человек вот ничего не ест, вот стал вот такой, а потом организм вот просто одну крошку съел, и организм прёт, потому что организм испытал стресс, и ему нужно восполнить эти массы тела. Вот и всё, да, то есть, вот вы должны осознать, что голодание должно быть разумным, голодание должно быть подготовленным. Вы в первую очередь должны свой организм вытащить на чистку, то есть перед этим пропить касторку, просто год касторку нужно пить, раз в пять, раз в шесть дней, дабы просто вот эти все каналы постепенно прочистить. Потом пить печёночные травы, да, у кого позволяет, то есть, например, там, желчный не забит вот такими камнями, аккуратненько пьём травы, чтобы начинать раскачивать свой организм на состояние чистки, да, то есть пить опять год, я не шучу, год, вот нужно пить чистительные травы, запускать все иммунные процессы, чтобы организм был готов к этому стрессу. А вы думаете, что голодание – это не стресс? Это, конечно же, стресс, да, то есть это момент, когда организму приходится выживать. Всё, и только после этого у нас наступает чистка. Чистка, да, в виде голодания, когда вот это всё, вот организм готов, всё, подготовка, фундамент есть, всё, пошло, наконец-то, глобальное вот это выделение, и человек начинает в голоде себя очищать. Ну, я думаю, что я очень много наговорила. Надеюсь, что все, кто это слушал, ещё жив. Я надеюсь, что моё видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал «Чаровное сыроедение» по ссылке этого видео. Заглядывайте в мой блог Андрей Калюн, там много интересного. Хорошего вам дня! А. Так.